Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И сейчас мы поговорим о последней, заключительной, 12-й главе книги Экклезиаста. 12-я глава состоит из двух четко различающихся частей. Первая её часть ещё должна относиться к авторскому тексту. И, собственно, здесь мы видим продолжение того, на чём заканчивалась глава 11-я. Экклезиаст говорит о том, что для человека важно помнить Создателя, и пока не померкли Солнце и Свет и Луна и звёзды, и помнить и благодарить, и помнить о том, что человеческая жизнь кратко и ограничена. Тоже для Экклезиаста важно ещё раз повторить читателю. Ты не будешь жить вечно. И то, что вообще может в твоей жизни иметь какое-то отношение к вечности, это память о Создателе, это твои отношения с Богом. И они существуют и в дни юности твоей, и в самом конце твоего жизненного пути. И вот дальше Экклезиаст говорит о том, что да, жизнь идёт, в ней сменяют друг друга сезоны, этапы жизни, и в конце концов всё приходит к своему логическому завершению. И вот о смерти он говорит, возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Таким образом, мы видим, что для Экклезиаста человек – это существо, которое состоит из двух совершенно разных природ, разных материй – праха и духа, который даётся Богом. И вот он говорит о том, что когда твой земной путь заканчивается, дух возвращается к Богу, дух возвращается к Богу. Это какая-то перспектива. Экклезиаст пару страниц назад говорил о том, что там, наверное, нету тех причинно-следственных отношений, которые для этого мира, для нашей жизни характерны. Там нет воздаяния, и любовь их, и ненависть их, умерших, развеиваются, и ничего не остаётся, всё суета. Но дух возвращается к Богу. И поэтому, говорит он, поэтому важно помнить в течение всей своей жизни о Создателе, помнить о том, что всё-таки наша жизнь происходит перед его лицом, не ограничивается тем человеческим контекстом, который мы сами готовы увидеть. Это тоже, в общем, для экклезиаста выбор каждого человека. Либо ты смотришь на поверхность земли и больше не видишь ничего, либо ты поднимаешь глаза к небу, и тогда в этом пространстве Божьего присутствия происходит вся твоя жизнь. Вот суета, говорит экклезиаст. Всё, что здесь, в области праха, это всё в конечном итоге суета. И ответ на вопрос о смысле и подлинном благе всё равно остаётся у Бога. И вторая заключительная часть этой главы явно добавлена редактором, он и не скрывает этого, потому что начинает говорить об авторе, об экклезиасте в третьем лице. Он говорит, кроме того, что экклезиаст был мудр, он учил ещё народ знания, испытывал, исследовал и составил много притчей. По-видимому, предполагается, что весь тот литературный материал, который использовался редактором, который придал книге окончательный вид, вот он так или иначе был связан с неким человеком, проповедовавшим в собрании, и всё-таки в книгу удалось включить далеко не всё. Ну, как и принято в литературе мудрых Израиля, редактор говорит о том, что слова мудрых, как вбитые гвозди, и составители их от единого пастыря. И это, между прочим, тоже довольно важная и довольно новая, в каком-то смысле для той эпохи, для библейской культуры, мысль о том, что, в конце концов, все мудрецы, пророки, писатели, при всём их различии, а, конечно, то, что взгляд экклезиаста отличается от взгляда других библейских авторов, это, само собой, разумеется и бросается в глаза, но при всём их отличии, говорит в заключительных строках боговыдохновенный редактор, все они от единого пастыря. Это, знаете, если хотите, довольно важный ключ к нашему представлению о том, как вообще устроено библейское откровение, потому что, да, пастырь единый, Господь Бог Израилев, но люди, которые передают это откровение, делают это каждый по-своему. Их много, этих составителей, и их единство в том, что они от единого пастыря, но при этом откровение проходит, так сказать, через призму ума, души, сердца каждого из библейских авторов. Это чрезвычайно важная вещь, потому что, конечно, мы часто оказываемся склонны к такому довольно упрощённому буквалистскому пониманию библейских текстов, которые далёко не всегда адекватны. И, наконец, со своей точки зрения, подводя итог, редактор пишет, выслушаем сущность всего, бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом всё для человека, и как бы всякое дело Бог приведёт на суд, и всё тайное, хорошо оно или худо. Конечно, это рифмуется со словами Евангелия, и нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. И, кроме того, видите, вот редактор Экклезиаста, заключая эту книгу, говорит о том, что с его точки зрения, это его позиция, его взгляд, очевидно, в конце концов, все поступки человека, всякое дело, которое делает человек, так или иначе подлежит не только оценке с точки зрения мудрости, глупости, целесообразности или достигнутых результатов, как раз нет. Все результаты в конечном итоге, скорее всего, окажутся суетой. А с точки зрения того, как Бог это видит, какое отношение к Богу имеют наши дела и наши поступки, бойся Бога и заповеди его соблюдай, именно это и означает помнить о том, что ничто из наших дел и поступков не безразлично перед лицом Божьим.